Привет, друзья! С вами Анна Плитао. Сегодня речь пойдет о очень актуальной теме фотозащита. Солнце набирает обороты, за окном весна и, конечно же, у каждого фотозащита очень по-разному развита. И как раз об этом хочу поговорить. От чего это зависит? Какое это отношение может иметь с пониженной функцией щитовидной железы? Какое отношение это может иметь с пониженной стрессоустойчивостью и даже с вредными привычками? Нашу кожу надо защищать начинать уже зимой. Для этого существуют такие вещества, как каротинаиды. Каротинаиды содержатся не только в красных, желтых и оранжевых овощах, но также и в зеленых. То есть в зелени, в спирулине, например, их также очень много. Ну, какие вот это овощи, которые нам доступны в основном зимой? Это облепиха, это кукуруза, хурма, морковка, помидоры. Ну, бывает, да, что в теплицах выращивается круглый год сейчас. Болгарский перец всех сортов. Ну, также капуста, шпинат и вот спирулина. Это то, что я, например, использую вообще круглый год. Добавляю в зеленые коктейли, добавляю в салаты, в другую пищу. Также готовлю очень вкусные сладости из спирулини. Вот, поэтому очень важно уже, как говорится, позаботиться зимой о том, как будет выглядеть, в каком состоянии будет твоя кожа весной, когда солнечные лучи греют все сильнее и сильнее. Таких людей сразу видно, да, если они эти продукты питания не употребляли, каротиновидов не назапасли, то и кожа у них весной выглядит такой очень, ну, нездоровой, да. Нет этого сияния и она такая тусклая. Вот, если же человек употреблял каротинаиды, то кожа светится, у кож такой лоснящийся вид, такой ухоженный вид и защита от УФА-излучения очень хорошая. У каротинаидов есть антиоксидантные свойства и поэтому они способны защищать нашу кожу от агрессивного воздействия окружающей среды, в том числе солнечного излучения. Потому что оно может также приводить к онкологии. Еще у нас одно вещество в организме, которое вырабатывается клетками нашей кожи, называется меланин. Меланин вырабатывается меланоцитами из аминокислоты тирозин. Тирозин мы получаем из продуктов питания, а также наш организм может эту аминокислоту вырабатывать из другой аминокислоты, предшественника так называемого. Она называется фенилаланин. Это незаменимая аминокислота и она также должна поступать к нам с пищей. И когда воздействие солнца вырастает, то потребность в фенилаланине, предшественника всего остального, возрастает в разы. Поэтому здесь самое первое, на что мы должны обратить внимание, это на поступление белка в организм. Вообще по формуле человеку необходимо примерно полтора грамма белка на один килограмм веса. То есть вы можете посчитать, например, если вы весите там 60 килограмм, умножьте на полтора и узнаете, сколько грамм белка вам необходимо в день. При этом белок содержится практически во всей пище, но есть такие, которые содержат большее количество фенилаланила или того же самого тирозина. Это мясо птицы, яйца, авокадо, тыквенные семечки, вообще различные орехи также содержат белок, бобовые и кунжут. Вот если мы говорим о усвоении белка из мясопродуктов, то нужно понимать, что наш организм справляется с этим на 40-60%. Все остальное как бы не усваивается. Поэтому когда мы рассчитываем от белок, то нужно это учитывать. Но усвоение белка можно усилить, можно помочь. То есть если мы, первая вот причина, почему у нас меланин может не вообразовываться, просто нехватка тирозина из-за того, что мы недоедаем белок. То есть здесь белок хорошо припревается в обед. То есть если мы планируем белковую пищу, то она должна употребляться в обед. Там и, как мы говорим, огонь пищеварения очень сильный и хорошо все переваривается. Но есть и другие проблемы. Например, пониженная кислотность соляной кислоты желудочного сока. Многие думают, что у них повышенная кислотность, потому что у них есть изжога. А на самом деле у них кислотность пониженная. Как это так? Когда мы кушаем мясо, то оно при пониженной кислотности плохо переваривается. У организма есть тогда запасной вариант. То есть если не смог переварить, то что с ним делать? Надо его как-то по-другому. Процесс брожения начинается. То есть или переваривается, или бродит. И в процессе брожения образуются другие кислоты, как уксусная, виноградная. И вот как раз они-то и поднимаются по пищеводу вверх и вызывают ту самую изжогу, о которой говорят мои клиенты, пациенты. То есть здесь, как говорится, принимать медикаменты, которые понижают уровень соляной кислоты, это наоборот не поможет. Конечно же на первых порах помогает, потому что все кислоты там уничтожаются и ничего больше не решет. Но потом все возвращается, начинается вновь. Поэтому здесь важно наладить кислотность соляной кислоты или кислотность желудочного сока. Как это можно сделать? Во-первых, это прием аминокислот перед каждым приемом пищи, который содержит белок. Аминокислоты есть у нас как противити. Три таблеточки вот этих перед каждым приемом пищи помогут вам повысить кислотность. Это действует через гормон гастрин. Гастрин реагирует на прием аминокислот. Значит, окей, сейчас пойдет белок, он сразу реагирует, посылает сигналы дальше на выработку соляной кислоты. Это первая возможность, то есть принимать аминокислоты перед приемом пищи. Прямо сразу перед приемом пищи, не ждать. Затем есть, принимать пищу в одно и то же время. Вот соляная кислота, желчь, ферменты поджелудочной железы, они могут вырабатываться уже как бы впрок, если человек долгое время питается в одно и то же время. То есть, если вы там не перекусываете и ничего такого не делаете, а вот строго, например, три раза в день, то у вас уже организм настроится и будет уже как бы впрок вырабатывать все, что необходимо для пищеварения. И это, конечно же, во много раз улучшит это пищеварение и обработку белка, распад белка, образование аминокислот, того же самого тирозина, который нам необходим для защиты, для фотозащиты. Потому что из него, как я уже сказала, вырабатывается меланин. Вот этот красивый загар, который мы видим, это не что иное, как выработка меланина. А если меланин накапливается не в дерме, а идет в нижнюю часть кожи, эпидермис, то этот красивый загар, он остается очень долго. У меня он раньше оставался до марта месяца, сейчас смотрю, все меньше и меньше. То есть, с этим уже есть какие-то проблемы, то есть, надо смотреть. Так, еще одна возможность улучшить выработку соляной кислоты, это принятие различных горечей. То есть, специи, горечи, приправы. Когда мы принимаем что-то горькое, организм это воспринимает как яд и начинает сразу же вырабатывать защитные, активирует свои защитные функции, вырабатывает соляную кислоту, вырабатывает желт, чтобы как бы нейтрализовать этот яд, который мы съели. Но это не яд, а действительно травки различные, которые нам в этом помогают. И вот у нас есть продукт артишок, он содержит еще расторопшу и одуванчик. Одуванчик тоже очень горький, артишок горький, расторопша защищает еще и нашу печень от негативного влияния. То есть, это такое трио, оно способствует выработке соляной кислоты, во-первых, и во-вторых, хорошему оттоку желчи. Потому что желчь, она впоследствии потом активирует уже гормоны или ферменты, скорее всего, да, ферменты поджелудочной железы, которые дальше перерабатывают белковые составляющие. Потому что белок, это вот можете представить себе как дом, да, а вот каждый кирпичик, из которого этот дом состоит, это аминокислота. И в желудке происходит вот разрезание этих блоков, там некоторые составляющие, а потом в 12-перстной кишке с помощью ферментов поджелудочной железы происходит распад вот этих вот блоков уже на отдельные кирпичики, то есть на отдельные аминокислоты. И так вот мы получаем этот самый тирозин или фенилалалин, другого способа нет. Поэтому горечи нам в этом очень помогают, активируют как желудок, так и нашу печень и способствуют активизации ферментов поджелудочной железы. Принимать лучше так. Открываем капсулу, заливаем 150 грамм теплой воды и выпиваем мелкими глоточками 10-15 минут до еды. Следующий пункт, который я хочу еще отметить, это делать паузы между едой. Вот некоторые люди покушали, а через полчаса или час опять что-то едят, то есть перекус делают. Это очень плохо, потому что у вас на тот объем еды, что вы сначала съели, выработалась уже соляная кислота, уже желчь какая-то начала вырабатываться, уже ферменты поджелудочной железы запустились. То есть они уже сорегистрировали, ага, столько он съел, вот это там столько-столько всего в этой пище, значит нам надо вот это, вот это, вот это. А вы раз и потом еще, да, сверху, хоп, опять что-то упало, ой, и начинается хаос. Хаос начинается в организме и уже непонятно, что, сколько вам нужно. То есть все это перемешивается, соляная кислота опять или уменьшается, или увеличивается. И вот если это постоянно делать, то это очень плохо. Поэтому промежутки вот идеальные, это где-то 3,5-4 часа в обед, как говорится, мы едим белковую пищу, и поэтому белки перерабатываются дольше. И поэтому где-то в 6 часов вечера нам нужно опять там поесть, но не нужно, а тогда можно было бы было поесть. Тогда у нас все хорошо переварилось, что мы в обед съели, да, нет остатков, нет процессов брожения и гниения. Потому что вот смотрите, если вы не выдержали этот промежуток, ну вот 4 часа, да, минимум, получается у вас еще в желудке что-то осталось, а вы уже кинули сверху. И получается желудок закрывается и не пропускает, то есть начинает переваривать то, что опять упало, и не пропускает дальше. А то, что уже подверглось распаду, да, оно должно дальше пойти в 12-песную кишку, а не может. И здесь, конечно, опять начинается поражение, гниение, вздутие, изжога та же самая может начаться и так далее. Вот, поэтому паузы между едой очень-очень важны. Есть, конечно, там определенные болезни, где промежутки между едой делаются меньше, но это уже, как говорится, у людей, у которых есть проблемы. Это уже индивидуально отсмотреть. Потом еще один момент, это ферменты, недостаток ферментов. Той же самой поджелудочной железы и из-за нехватки желчи. У многих проблемы с желчным, у многих проблемы с желчевыводящими путями. Не сразу там печень страдает, да. Печень может нормально вырабатывать желчь, но она там у них не может оттекать как следует, да. Или же состав желчи не тот, что нужен, она скристаллизуется. Или же мы кушаем неправильно, употребляем мало жиров и она не отходит как следует. Или же мы стрессуем. Но очень много есть проблем, которые нарушают отток желчи. И поэтому я вот уже была куратором трех курсов по желчному пузырю в группах. То есть мы два на русском делали, один на немецком делали. У вас есть возможность также проконсультироваться и принять участие в таком курсе, где мы занимаемся здоровьем печени. Так курс называется. Спасите печень. Спасите свою печень. И улучшить также желчный отток, функцию желчного пузыря, желчеводящих протоков, улучшить состав желчи и так далее. То есть это очень классный курс. Хочу вам только порекомендовать. Спросите у своего куратора. Он вам поможет и расскажет, как можно принять участие. Так. Ну и конечно же ферменты. Они содержатся в растительной пище. Те, которые нам нужны для пищеварения. Поэтому, например, на Кавказе люди едят огромное количество мяса, но также очень большое количество зелени. Вот мы когда петрушку покупаем, или укроп, то срываем несколько листиков и крошим в микроскопических дозах на наш салатик или в суп добавляем. У них же наоборот. Этот пучок, это у них пол порции. Несколько пучков, причем разнообразных, едят за один раз. Тогда, конечно, не получает достаточно ферментов. Но мы можем воспользоваться еще и нашим ассимилятором. Это комплекс растительных ферментов, которые можно принимать до приема пищи. После приема пищи есть различные способы. Смотря что мы хотим этим добиться. Переваривание белка или же построение. Есть разные способы. Или же папайя. Папайя у нас есть в таблеточках, которые мы рассасываем после еды. И вот в жарких странах, где растет папайя, ее как раз употребляют как такой маринад. Для того, чтобы мясо как бы уже немножечко разложить. То есть уже сделать более усвояемым. То есть они там его маринуют, мясо в этой папайе. Потом кушают, ну, приготовляют и кушают. Но у нас папайя тоже есть. Причем свежую не всегда можно достать. Да и очень дорогая она свежая. И поэтому папайя в наших... У нас как в таблеточках очень классная штука. Там есть папайя сок и папайя мякоть. Вот, хочу вам только порекомендовать. Причем если ассимилятор, ну, не всем так заходит, то папайя заходит практически всем. Даже дети ее очень-очень любят. Вот. Что еще? Это вот, что касается усвоения белка. То есть вот эти пункты очень важны. Еще одна проблема с выработкой меланина это возраст. То есть с возрастом у нас меланоциты, которые вырабатывают меланин, могут снижаться. И поэтому здесь нам на помощь приходит наша концепция здоровья, которая направлена на здоровье или восстановление здоровья клетки. Мы говорим, что там системами органов, органами, тканями это занимается доктор. А мы, каждый с вами из нас может заниматься клетками. Потому что из клеток потом и строятся эти ткани, эти органы и так далее. А клетками в принципе никто не занимается. Но это вот наша с вами обязанность. То есть мы поем клетки, мы клетки очищаем, мы клетки питаем и мы клетки защищаем. На это направлена наша концепция, которая, я надеюсь вам всем известна, концепция кораллового клуба. Кто еще с ней не знаком и хочет познакомиться, пройти по этим четырем шагам, пожалуйста, обратитесь к своему куратору или же ко мне. Таким образом мы можем восстановить или замедлить исчезновение этих меланоцитов. Это вот что касается фотозащиты. Какое же отношение это имеет еще к пониженной функции щитовидной железы? Дело в том, что для производства гормонов щитовидной железы Т3 и Т4 нам также необходим тирозин. Вот может быть так случится, что действительно у вас пониженная функция щитовидной железы из-за недостатки тирозина. А еще плюс вы обгораете на солнце. То это тогда уже точно. Конечно же там нужны и другие микроэлементы. Тирозин плюс йод должны совместиться. То есть у некоторых йода не хватает, у некоторых тирозина, то есть белка не хватает. Вы можете посмотреть еще на общий белок в ваших анализах крови. Его нужно знать. Это 75-80 грамм на литр. У моих клиентов-пациентов, смотрю, у них там 62, самое большое 65. То есть не отбирается белок или же не усваивается. Почему? Я вам уже рассказала. И это может привести также к гипофункции щитовидной железы. Кроме того, тирозин необходим для выработки таких молекул, как допамин или дофамин. Его и так, и так называют. Из дофамина потом вырабатывается норадреналин. И из норадреналина вырабатывается адреналин. Вот такая цепочка. Поэтому, если у нас тирозина не хватает, то и не только меланин не вырабатывается, не только гормоны щитовидной железы не вырабатываются, но не вырабатываются также вот эти молекулы. Для чего же они нужны? Вот, например, молекула дофамина отвечает за наше чувство наслаждения. Вот посмотрите, как вы можете наслаждаться тем, что вы делаете. То есть, если у нас депрессия, например, вот некоторые, ну, многие сейчас страдают от депрессии, некоторые думают, это недостаток серотонина. Врачи их сажают на антидепрессанты, то есть это вещества, которые увеличивают уровень серотонина. А этим людям и становятся лучше от этого, потому что у них не серотонин страдает, а недостаток дофамина. Потому что серотонин, он вырабатывается из трептофана, это совсем другая аминокислота. Вот, а допамин из тирозина. Вот, если не хватает тирозина, то нет дофамина и может начаться депрессия. То есть, полное отсутствие интереса, энтузиазма к тому, что мы делаем, к жизни вообще. То есть, они говорят, что наступили серые будни, да. Причем они всегда, такие люди ищут отговорки. Они говорят, да, да, вроде бы и неплохо, да, бывало и хуже, но подсознательно чувствуют, что, ну, что-то не так, что надо что-то менять, что что-то, ну, вообще вот, все из рук варится, как говорится. Допамин также отвечает за мотивацию. То есть, вот эти люди, у которых не хватает допамина, им всегда нужен так называемый волшебный пендель. Или же человек, который их за собой будет тянуть. Они не могут сами подняться и что-то начать делать. Также вот эта вот мотивация или охота двигаться, охота заниматься спортом, охота танцевать. У них все это пропадает. Также дофамин отвечает за, ну, вот если нет охоты двигаться, то наступает такая медлительность, даже как бы скованность, что ли. Обездвиживание мускулатуры лица. То есть, они как мимика у них такая очень слабая. И скорость обработки информации снижается, скорость мышления снижается. То есть, они такие, как бы, ну, как мы их, некоторые их называют тормозами. На самом деле, у них просто не хватает белка, да, того, какого нужно. Аминокислоты, тирозина, например. И часто такие люди начинают искать вот это удовольствие, без которого человек не может существовать, в принципе, где-то на стороне. То есть, они становятся зависимыми от чего-то. У них появляются плохие привычки. Вот опять же связь одного с другим. Какие? Алкогольная зависимость, даже наркотическая зависимость. Потому что некоторые наркотики, например, кокаин и амфетамины действуют на допаминовые рецепторы и возбуждают их. Получают они оттуда наслаждение. Но это возбуждение, оно быстро проходит. Нет, рецепторы тоже они недолговечные. Они начинают исчезать. И поэтому зависимость растет и растет. То есть, дозы увеличиваются. Что еще? Курение, злоупотребление сладким. Даже такие пищевые оргии, можно их назвать, настоящий жор устраивается. Потому что допамин, он сам по себе понижает вот эту пищевую мотивацию и голод, чувство голода. А здесь как бы его нет, да, и вот это все возрастает. Они пристращаются к компьютерным играм, к лотереям там различным. Могут часами смотреть какие-то ролики в ТикТок, в Инстаграме. То есть, не то, что нужное, да, там, а просто вот информация какая-то летит, летит. Они все это всасывают, всасывают, чтобы какой-то кик получить. Потому что допамина нет. Кофе, шоппинг, сплетни, это все туда же. Магний, кстати, он тоже увеличивает чувствительность к допаминовым рецепторам. И вот кто себя чувствует не очень в эту сторону, что я сейчас рассказала, попробуйте магний. Если он станет лучше, значит у вас действительно с допамином не все в порядке. Здесь нужно позаботиться о тирозине, чтобы он поступал. Или фенилаланине, чтобы он поступал. Что касается двух следующих молекул, норадреналин и адреналин, они относятся к называемому симпатикус, симпатической нервной системе. Это часть нашей вегетативной нервной системы, которая помогает нам справиться с стрессом. То есть что-то непредвиденное случилось, у нас сразу вырабатываются эти гормоны, назовем их так, которые заставляют сердце быстрее работать, которые расширяют бронхи, чтобы мы получили больше кислорода, которые снабжают нашу двигательную мускулатуру, кровью, чтобы мы могли убежать или наоборот с кем-то подраться, смотря что. Но проблема заключается в том, что у многих сейчас длительный стресс, длительный психологический стресс. По-нормальному эти две молекулы вырабатываются, потом быстро с мочой, с потом, у женщин со слезами выходят. А здесь как бы нет. И на смену этим двум молекулам приходит кортизол, а это уже серьезно. Адреналин также необходим для активации. То есть эти две молекулы заставляют нас утром встать с постели. Ответственные за нашу бодрость, за активацию нервной системы, понижают чувство боли. А здесь если нет, то это уже как бы выгорание получается. Люди, у которых все нормально с адреналином, они склонны к риску, то есть они боятся этого, к азарту. И они наслаждаются чувством победы после того, как они чего-то достигли, что-то сделали. То есть им не надо мотивации со стороны, они просто сами для себя могут это сделать и наслаждаться этим. Если адреналина нет, то может наступить даже внезапная остановка сердца. Такое бывает очень часто, кстати, у спортсменов, которые совершенно там убиты, на поле прям падают и все. Потом начинается синдром хронической усталости. То есть это как бы перед тем, как совсем все плохо. И начинается вырабатываться кортизол, пропадает сон. Потому что кортизол тоже как бы гормон бодстрования, он антагонист гормона мелатонина, который за сон отвечает. То есть это получается все вперемешку. Ночью кортизол высокий, мелатонин низкий, а утром наоборот. Эти люди не могут встать с кровати и поспать на часиков до девяти. Так, вот такие у нас тут взаимосвязи существуют. Что касается тирозина, кстати, у нас есть программа Ментал Форсы для нервной системы. И там есть такой продукт, называется Майнсет. И в нем как раз содержится уже тирозин. Можно принимать этот Майнсет, он также есть у нас отдельно. Если кому-то интересно эти продукты попробовать, то они могут обратиться к своему куратору или же ко мне. Также спирулина содержит различные аминокислоты, в том числе и тирозин, и незаменимый фенилаланин. И противити, это комплекс аминокислот, которые можно также здесь добавить, чтобы тирозин вырабатывался. Такие рекомендации я хотела вам сегодня дать. Если у вас какие-то возникнут вопросы, то задавайте их в чате, задавайте их под этим видео, в комментариях. Я буду очень рада на них ответить. Желаю вам всего хорошего, приятного дня. И мы встретимся в следующий вторник. Сейчас я записываю это видео на YouTube. У нас по вторникам постоянно созвоны. Поэтому, если что, то присоединяйтесь ко мне, то есть консультируйте. Я буду рада вас проконсультировать. Спрашивайте, что непонятно. И до скорых встреч. Продолжение следует...